В эфире новости. В студии работает Ася Лайдар. Здравствуйте. Коротко о главных событиях сегодняшнего дня. Сельское хозяйство – важная отрасль экономики. В области реализуется 18 проектов в этом направлении. Жители Бескарагайского района поддержали акцию «Тазак-Казахстан». Под девизом «Сохраним жемчужину Бескарагая» был очищен берег озера Шушкалы. В семье проходит турнир по мини-футболу среди детей. Спортивные соревнования проводятся на Кубок Акима города. На заседании правительства под председательством премьер-министра Улжаса Бектенова обсуждали безопасность на дорогах Казахстана. Министры внутренних дел и транспорта Ержан Саденов и Марат Карабаев представили доклады о текущей ситуации. Количество дорожно-транспортных происшествий в стране не уменьшается. За шесть месяцев погибло около тысячи человек. Премьер-министр поручил Акиматам увеличить число пешеходных переходов со светофорами. Усилена уголовная и административная ответственность за нарушение правил дорожного движения. Однако зафиксировано около шести миллионов нарушений и задержано более 12 тысяч водителей в состоянии алкогольного опьянения. Премьер-министр подчеркнул необходимость применения самых строгих мер к нарушителям. В экономике страны значительная доля принадлежит сельскому хозяйству. В настоящее время по всей стране ведется работа по удвоению объемов сельскохозяйственной продукции. Также стоит цель увеличить долю переработанной продукции на 70% за три года. В этой связи в области Абай реализуется ряд масштабных проектов. Прошлый год стал для областного управления сельского хозяйства достаточно плодотворным. За год было реализовано шесть крупных инвестиционных проектов. В этом году планируется запуск 18 проектов. Уже восемь инициатив завершились и показали положительные результаты. Что касается инвестиций текущего года, то согласно утвержденному Министерством сельского хозяйства плану, в этом году мы инвестируем 40,5 миллиардов тенге. Из них будет реализовано 18 крупных проектов на сумму 13 миллиардов тенге. В семье работают восемь зерноперерабатывающих заводов. В области есть пять предприятий по производству растительного масла, из которых три находятся в семье. Также имеются три молокоперерабатывающих цеха. Заместитель руководителя управления остановился на проектах, которые будут реализованы в ближайшее время. В прошлом году у нас было две молочно-товарные фирмы, которые получили 2 миллиарда тенге по программе поддержки Северо-Казахстанской области. В текущем году эти два проекта будут реализованы. В обе фирмы будет завезен племенной скот из-за рубежа в количестве 650 голов, из которых на сегодняшний день привезено 400 голов. Также будет приобретено оборудование с передовыми технологиями на сумму 2 миллиарда тенге. Кроме того, в Жарминском районе крестьянское хозяйство «Шалабай» построит лабораторию для повышения продуктивности нашей племенной породы. Ведется проект по использованию потенциала орошаемых земель. В области зарегистрировано 110 тысяч гектаров орошаемых земель. Однако крестьяне используют только 28 тысяч гектаров. Кроме того, в рамках технологии водосбережения будут реализованы 7 проектов. Министерство сельского хозяйства и водных ресурсов намерено реализовывать национальный проект. В рамках данного проекта до 2030 года планируется увеличить площадь орошаемых земель до 88 тысяч гектаров. Область Абай в основном приспособлена к животноводству. Например, в Урджатском районе развиты направления как животноводства, так и растеневодства. А в Вородулихомском районе перерабатка зерновых и молочной продукции. Темпы развития животноводства в Аксуатском, Абайском и Аягузском районах хорошие. В селе Тоскискен Урджарского района интенсивно идут работы по благоустройству. Сейчас близится к завершению строительства спортивного модуля, а также отремонтирован дом культуры. Начато строительство восьми жилых домов. Съемочная группа нашего телеканала побывала в селе Тоскискен. Строительство спортивного модуля в селе Тоскискен Урджарского района началось в мае 2023 года. Стоимость проекта 525 миллионов тенге. Основное направление спортивного модуля – зал легкой атлетики и зал единоборств. Комплекс состоит из двух частей. В первой расположен спортивный зал, во второй – административный блок. Комплекс оснащен современным оборудованием, необходимым для спортивных игр. Здесь есть тренажерный зал, медицинский кабинет, раздевалки, душевые комнаты. На территории также предусмотрены футбольное поле и парковка. Подрядчик сообщил, что необходимые материалы были доставлены вовремя, и работа велась по плану. Спортивный модуль планируется ввести в эксплуатацию в августе этого года. Жители села довольны новому зданию. Я считаю, что ремонт дома культуры и строительство спортивного модуля – это очень хорошая возможность для молодежи. Таким образом, в село может приезжать еще больше молодых людей, поэтому нужно создавать все необходимые условия. Нашему селу давно нужен был такой спортивный комплекс. Мы видим, что строительство идет хорошо, качественно. Также в прошлом году в селе был проведен капитальный ремонт дома культуры. Это очень хорошо. Надеюсь, это поможет молодежи села с пользой использовать свое свободное время. Также в мае в селе было начато строительство восьми жилых домов. Ключи от жилья будут торжественно вручены в сентябре социально уязвимым слоям населения, состоящим в очереди на жилье и многодетным матерям. Общая площадь двухквартирного жилого дома составляет около 150 квадратных метров. Строительство новых жилых домов в селе существенно способствует росту благоустройства. Согласно проекту, это трехкомнатные дома. Комнаты в них светлые и просторные. Кроме того, дома подключат к электричеству и проведут воду. В настоящее время село Таскескен динамично развивается в социально-экономической сфере. Так, в рамках программы АУЛ Ельбесига в прошлом году был проведен капитальный ремонт дома культуры. В этом году в августе будет введен в эксплуатацию спортивный модуль для молодежи. По программе АКПЛАК осталось обеспечить чистой питьевой водой пять улиц. В этом году разработана проектно-сметная документация. В следующем году эти работы будут продолжены. В селе Таскескен когда-то началось строительство Каракольского водохранилища вместимостью 55 миллионов кубометров воды. Однако строительство не завершилось. В ближайшие годы эти работы будут возобновлены. На дорогах села также идет ремонт. В 2023 году асфальт был уложен на пяти улицах, а на одной улице подсыпали щебень. Полностью было проведено электричество и вода. Маликам Мухтарова, Аслан Ериспаев, Айдос Икалеев, Телеканал Семей. Предельные цены на лекарства можно отслеживать через мобильное приложение. Приложение DirectKZ позволяет отслеживать предельные цены на лекарства и сообщать о нарушениях ценовой политики, обеспечивая доступность и справедливость на образование. Пользователи могут загрузить фотографию квитанции упаковки лекарства, отправить заявление, которое автоматически направляется в территориальные департаменты комитета медицинского и фармацевтического контроля. Также можно сообщать о побочных эффектах лекарств. За повышение предельных цен предусмотрены штрафы. В области Абая в рамках проекта «Комфортная школа» запланировано строительство 11 школ. До 2027 года в рамках государственно-частного партнерства будет построено 9 детских садов на 2100 мест. Об этом сообщил руководитель областного управления образования Нуржан Ахметкалиев. В области Абай функционирует 361 дошкольная организация. Из них 167 детских садов, 91 государственные, 76 частных и 194 мини-центра. В дошкольных организациях работают 2554 педагога. В первом полугодии 2024 года в частных детских садах было открыто 237 новых мест. В сентябре планируется открыть еще 596 мест. До конца года – 1194. Охват детей дошкольным образованием составляет 90,5% в возрасте от 2 до 6 лет и 100% в возрасте от 3 до 6 лет. Количество детей, стоящих в очереди в учреждениях дошкольного образования, превышает 6000 человек. Из них 3300 – детей в возрасте от 2 до 6 лет. Как вы знаете, в 2023 году мы дополнительно открыли 2619 новых мест в частных детских садах. В регионе 302 государственных и 7 частных школ с общим средним образованием. В учебных заведениях организовано бесплатное горячее питание для 54 594 учащихся. Кроме того, более 4000 учащихся из 111 населенных пунктов, в которых нет школ, ежедневно будут перевозиться в близрасположенные села. Для этого дополнительно будут приобретены 4 новых автобуса. Внимание уделено и учащимся с особыми образовательными потребностями. Важно создать условия для учащихся с особыми образовательными потребностями. В 2023-24 учебном году количество выпускников специальных организаций составило 88. Из них после 9 класса 76 выпускников, после 11 класса 12 выпускников. Областное управление образования держит на контроле поступление трудоустройства всех граждан данной категории. Кроме того, в области с февраля 2024 года реализуется акция МИИРМ в поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Поддержку в реализации акции МИИРМ оказывают 17 областных управлений, 77 отделов Акимата, 70 коллективов образования, 34 организации здравоохранения, а также 3 вуза. Также в области в рамках национального пилотного проекта «Комфортная школа» будет построено 11 школ на 5700 учащихся. Агентство финансового мониторинга сообщает о телефонных мошенничествах. Мошенники представляются сотрудниками агентства, сообщают о приостановке операции, по счетам и просят предоставить банковские реквизиты и личные данные. Они используют поддельные документы с подписями и печатями, госоргана призывая не сообщать никому. Агентство заявляет, что не обслуживает счета физических лиц и не контактирует с ними для проведения денежных операций. Экологическая акция «Таза-Хазахстан» продолжается. На этот раз была очищена территория озера Шушкалы Бескарагайского района. Акция состоялась под девизом «Сохраним жемчужину Бескарагая». Подробнее в сюжете коллеги. Акцию «Таза-Хазахстан» поддержали во многих районах нашей области. Бескарагайский район не исключение. Сегодня масштабная уборка прошла на озере Шушкалы. В ней приняли участие более 150 человек. В экологической акции приняли участие руководство района, известные спортсмены, депутаты и волонтеры района. Они очистили берег озера от мусора, установили урны для утилизации отходов. С начала акции в нашем районе прошло 120 мероприятий. Сегодня мы собрались на берегу озера нашей «Жемчужины», потому что сюда приезжает много отдыхающих из разных уголков нашей страны. Важно поддерживать его чистоту. Озеро известно своими целебными свойствами. Озеро Шушкалы расположено в 85 километрах от центра Бескарагайского района и вызывает большой интерес у туристов. Оно состоит из небольших водоемов, расположенных близко друг к другу. В последние годы на озере, глина которого богата целебными свойствами, стали собираться отдыхающие даже из-за рубежа. Поэтому, чтобы это место всегда оставалось привлекательным, выходя на субботники, жители показывают свое неравнодушие к природе родного края. Сегодня также мы приехали поддержать данную акцию депутаты районного маслехата от партии Аманат, районных лиал партии Аманат, Бегенский лесхоз. Вот благодаря нашему молодежному ресурсному центру, которые стали организаторами сегодняшней акции, данная акция очень важна. Мы видим ее результаты. Это были акции и по очистке сел, сельских округов, парков, детских площадок, скверов. Участники акции посредством доброго дела призвали отдыхающих беречь природу и сохранять ее чистоту. Можно сказать, Бескарагайский район полностью поддержал акцию. Участвует все, и молодежь, и старшее поколение. Я думаю, что это является хорошим примером для молодых людей. Природа играет большую роль в нашей жизни, поэтому нам стоит оберегать ее, сохранять в чистоте, выходя на подобные субботники. Сохранение природы – это одна из важных задач современного общества. Это вопрос нашего общего благополучия и будущего поколения. Поэтому акция «Таза Казахстан» будет продолжена и в дальнейшем. Малика Мухтарова, Айду Саид Калиев, Телеканал Семей. В городе Семей проходит турнир по мини-футболу среди детей. Победители соревнований получат призы Акима города Семей. В турнире принимают участие команды частных футбольных школ и дворовых клубов. Турнир проходит на спортивной площадке «Восток-1» в поселке «Восточный» и на мини-футбольном поле, расположенном на улице Физкультурное. Спортивный конкурс проводится с целью эффективного проведения летнего отдыха детей. Футболом увлекается много ребят, и этой игре они посвящают все лето. Подобные соревнования необходимы для совершенствования спортивных навыков детей. Этот турнир проводится с 24 июля и продлится до 1 августа. Первого числа мы будем награждать победителей и призеров турнира. Наша цель – пропаганда здорового образа жизни, популяризация футбола среди юниоров и повышение достижений детей в спорте, в том числе в футболе. Соревнования по футболу проводятся среди детей 2015-16 годов рождения. У ребят 9-10 лет можно наблюдать любовь и интерес к футболу. Несмотря на жаркий день, участники сделали все возможное для победы. Они проявили большую активность на соревнованиях и очень радовались тому, что выиграли соперников. Мы с командой приехали, чтобы поучаствовать в соревнованиях. Наша команда самая сильная. Мы выигрывали уже много раз. Мне нравится футбол, потому что он полезен для здоровья и поднимает настроение. Я занимаюсь футболом уже два года. Мы участвуем в различных турнирах. В нашей команде все хорошо играют. Тренеры считают, что спорт играет важную роль в воспитании детей. Ведь он закаляет характер. Готовит к победам и к поражениям. Формирует умение выходить из различных ситуаций. Мы участвуем на призах Кима города Семей по мини-футболу. В возрастной категории 2015-16 год. Я работаю в тренерской деятельности. Занимаюсь с 2020 года. Наш клуб является частным. Мы работаем. У нас специализация в футзале. Мы рады участвовать на таких турнирах. Принимать участие. В городе Семей образовалась область Абай. Побольше бы таких турниров для детей. Победители турнира получат кубок Акима города и специальные награды. Султан Жаламанов, Бутагос Дандабаева, Жулзай Марат, Кызагерцико-Черхан. Телеканал Семей. Олимпийские игры на телеканалах Казахстана и Каспорт за два дня посмотрели более 4 миллиона человек. Прямые эфиры на телеканалах собрали более 3 миллионов зрителей, а на сайтах и в мобильных приложениях более миллиона. Общее количество просмотров олимпийского контента в социальных сетях превысило 64 миллиона. Трансляция продлится до 11 августа. Телерадиокорпорация «Казахстан» призывает зрителей поддержать спортсменов Парижа. И это были все новости на сегодня. С вами была Ася Лайдар. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова